привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить oblivion мы находимся в пещере недалеко от в пещере были в поле недалеко от пещеры в которой мы убили капитана местных наемников это было довольно филигранно сделано теперь нам нужно возвращаться но насколько я помню где-то здесь в облизости когда мы были в последний раз у нас было святилище молока то где нужно было быть отвратительно чтобы что-то у нас получилось сейчас мы направимся именно туда то есть насколько я знаю чтобы сильно уменьшить свою привлекательность нужно нажраться просто в сопли это мы любим этому умеем этим мы сейчас займемся и после этого посмотрим пусть попробует нам сказать что мы выглядим хорошо и ведем себя разумно если что получит по мордасам так что собственно давайте направляться туда а после этого не знаю посмотрим что у нас вообще тут есть после этого двинемся обратно в темное братство на посмотрим что у нас там если что я по прежнему болею поэтому кого парит кашель шмыганье я не знаю что тут поделать болезнь штука такая так хорошо мы что-то потерялся кстати ночь наше время потому что насколько я знаю вампиром играть и вообще существовать в обливе они намного сложнее чем том же sky виме ты кто окей насколько я вижу кто бы ты мог быть и у него я вижу вроде как неплохой лук явно хуже моего но тем не менее ты один здесь вообще так он мирный ты кто говори что у тебя за дело гражданин это просто значит как весник прощай прощай ладно пойдем дальше короче говоря вампиром тут быть довольно сложно потому что днем очень сильно жжется солнце если не питаешься и питаться тоже довольно сложно насколько мы знаем потому что найти уединившихся в одиночку спящих персонажей не всегда бывает очень легко посмотрим так хорошо да блин да где вообще это почти дошли я думаю за этим холмом так кто где без по бесам у нас метода отработанная хорошо так ладно приехал не самые приятные твари но далеко не самые опасные че их бояться то больно я конечно в такой листве скорее всего не найду есть это он только сюда куда-нибудь кустам не свалился скорее всего уже куда-нибудь туда внизу на утек с местным рэгдовом смешным это неудивительно так а вот и наши товарищи ну чё давайте на свинячемся по полной программе сначала запишемся мало ли так зелье слабый яд нет нет подожди у нас тяну бухла что ли нет да не может такого быть до одни зелья как это произошло я думал у нас много всяких разнообразных алкогольных напитков это печально ну что тогда давайте обратно в чейдинг холл запомним это место я сам скорее всего забуду но в комментариях не напомните что мол так и так неплохое место нужно посетить кстати говоря некоторые люди мне уже предлагают сходить в эти подземелья рядом с королом где мне свое время стучали призраки блин ребят прошло всего полтора уровня они по-прежнему не будут со страшной силой стучать так что рано мне пока туда идти пока что неплохо справляемся заданиями темного братства и кстати говоря так подожди снял я вас сети собрана мне нужно много денег глупый вопрос нормально монетку для старого нищего ну давай пожалуйста джима нет спасибо на счастье прибудет с тобой благословение а ну так ну окей сколько у нас на время то время 6 вечера надо будет сейчас после того как мы возьмем задание выйти в город и кого-нибудь покушать но я не думаю что это будет потому что до смерти хотя как знать дети голодают иди работой чтобы дети не голодали какой тут какой тут так темное братство новый квест сейчас даем этот и и смотрим подожди что-то я постоянно сколько раз уже тут был последнее время постоянно заблуждаюсь так или иначе промахиваюсь мимо дома так ну окей лук я думаю берем а то сейчас нечаянно чего-нибудь заденем это будет не очень хорошо так как вы там ачивмен зовут я чего я спит еще твоё присутствие честь для меня чем ачива может быть полезно работу выполнял а так тебе удалось проникнуть в форт сач не вызвав тревоги и подменить лекарство выданным мной ядом гениально настоящий повелитель теней я с радостью выдаю тебе твое вознаграждение и заслуженную премию теперь ступай отдохни у меня уже есть новый контракт для тебя только скажи так ну чё тянуть то кстати говоря мне говорили что вот этот лук украденый у меня который в руках находится как он называется эм маффри клинга что вот видите на нем там такая ладошка это значит что он сворованный если я его продам и по новой куплю то можно не бояться что стража в случае чего у меня его отнимет поэтому давайте найдем этого котика противного который называет нас грязным приматом продадим ему и по новой купим эту вещь я не думаю что он спит так что скорее всего он там где то находится потом пойдем возьмем новое задание вот он прочь от меня это делается не так а нормально опять ты мне кажется уйди замолчи короче говоря ситис я не могу потратить на тебя весь день поторопись а я ему не могу продать но видимо тогда судя по всему я могу продать это только в гильдии воров ворованная не знаю так а что такое за клинок литаргии а я помню это же у нас по заданию был не особо нужный так хорошо это точно мое вот это точно не мое поэтому давайте мы ему продадим клинок литаргии нам нафиг не нужен и лук углей тоже в принципе бесполезен к тому же разряженный кое-кто явно продешевил я смогу продать это в пять раз дороже теневая охота тоже неплохо отпугивание нежить это я оставлю пожалуй так на счетом я не пользуюсь нафиг он мне вообще нужен таскать только тяжесть собой на целых три пункта это жалко продавать за такие деньги ладно все нормально забира так ну ка подтвердим свой скилл кривовато ну ка ну более-менее да с прицелом тут не получилось ну ладно попадаем более-менее на геймпаде это было конечно потяжелее сейчас параллельно зомбию прохожу там вообще нереально целиться поэтому в этой игре я наслаждаюсь процессом так ну чё а чего итак не пора ли отправиться в скинград и смешаться с толпой обреченных гостей контракт ждет ну давай ты встретишься с пятью итак чтобы получить премию тебе придется убивать их тайно одного за другим если тебя застукают за совершением преступления о премии не можешь забыть гости верят что где-то в доме спрятан сундук с золотом и согласились быть запертыми в доме пока кто-нибудь из них не найдет его гости думают что ключ от особняка находится внутри этого сундука только удовлетворив свою жадность они смогут выйти оттуда жалкие дураки естественно никакого сундука с золотом не существует гости не найдут никакого ключа после того как ты прибудешь туда двери закроются за тобой когда все гости будут мертвы ты можешь уйти оттуда поговори с портье у особняка саммит мист он объяснит тебе все остальное ступай веселье ждет то есть ребятки думают ступай дорогой наш родич да заключить тебя мать ночи в свои холодные любящие объятия ребятки думают что мы играем в какую-то игру что они там ищут золото на самом деле их туда заманили чтобы я их покрошил так давайте к винсенту сходим он наверное уже спать лег сейчас устроим так винсента тут нет ну и сейчас я думаю надо будет в городке маленько попитаться потому что где здесь вообще интересно голод отображается так можем приказывать существу эмпиризм 25 но вот именно голод пока что я не вижу где показано насколько я хочу пить кровь как бы там ни было я по-любому хочу пить кровь так ну что давайте в казармы заглянем посмотрим у местных противняю чего не там может подскажет вот этой будто темный дар сходи ладно я слушаю пожалуйста продолжай так давай по контракту расскажешь секрет успешного выполнения этого контракта предварится одним из гостей поэтому ради ситиса не надевай свой капюшон хорошо и будем сейчас сниму чтобы не забыть с меня останется пролеет для меня немножко кровушки дорогой брат так кто еще арк почему тебе надо это задание я знаю о чем ты думаешь расскажи мне что ты думаешь если вправду планируешь убить гостей по одиночке когда бьешь бей наверняка ты же не хочешь чтобы кто-то из них завопил и понятно капитан удачной охоты брат мой так ну что органянец ты приходишь говорить со мной но где же сердце хвоста со шрамом пожалуй успеется сначала контракт помни под каким предлогом собрались там гости они будут подозрительны тебе придется доказать что ты не только убийца но и талантливый лицедей стоит поговорить с каждым из гостей и попытаться добиться хорошего расположения если ты им действительно понравишься они могут открыться тебе не забудь одеться соответственно отлично подойдет наряд плута твоя награда за предыдущее задание если конечно тебя им награждали награждали наряд плута окей да видок конечно тапчик никаких нет надо будет спереть покинет тебя тень ситиса дорогой брат босиком хорошо пока свой костюм наденем потому что босиком что-то не по приколу ходить так ну и ты кровожадная телендрил нет я не хочу питаться хочу поговорить своих не пьем привет брат я так рада вновь видеть тебя надеюсь мать ночи улыбается тебе по контракту есть что сказать не торопись приглядись к другим гостям узнай их привычки хман используй свое красноречие попробуй подружиться с гостями понятно я предпочитаю покупать расположение так ну и что давайте выдвигаться там еще принципе это маньячиха рыжая осталось но она как правило ничего хорошего нам не говорит так все выдвигаемся на работу дороге нужно покушать кстати это прохождение судя по всему будет вообще огромным потому что прошло уже сколько более 30 серия мы еще даже я не знаю там в одном-то городе толком заданиями не разобрались я говорю про коров остальным городами вообще нечего говорить даже по моему неплохо так куда пойдем кушать времени у нас сейчас 8 часов вечера давайте подождем наступление темноты прям тут постоим пить вот так вот 12 ночи вам снится прекрасное синее небо солнце ярко светит но вы ощущаете холод и даже сырость вы делаете вдох но начинаете кашлять выплевывая кровь и грязь попавшие в легкие когда вы пытаетесь сделать еще один вдох видите лопату и землю летящую ваше лицо солнечный свет тускнеет так как вы смотрите на него через слой земли покрывающий ваше тело вы хотите закричать народ забивается землей прежде чем вы успеваете сдать хотя бы один звук да уж эти кошмары вампирские но тем не менее пришла пора кушать я думаю кровь зажиточных горожан будет вкуснее крови бедняков поэтому вот этот дом вполне себе неплохо выглядит качестве кормежки так средний свой как давно я это не делал и готов он был отмычку пить потому что еще все потрачу хорошо хочу кушать у это я собаки хорошие песики это же по моему собачники ходили по этому городу нет как это не разбудит хозяйку так я спрятался но где же вот хорошо так что давай покушаем с тебя ваша жажда крови была удовлетворена пока отлично теперь пора уходить отсюда так убирайся отсюда да я забыл встать пардон мне пора валить здесь он не заподозрит ничего увидев две кровоточащие ранки на своей шее так у кого бы мне взять ботинки или а босиком там буду ходить это будет выглядеть довольно странно хотя бы по дороге убьем и заберем его ботинки так ну что нам нужно двигаться как город называется скинград от конюшни прямиком двигаем туда кстати в этом городе у нас по моему старый знакомый есть а нет мы убили тут безумец так вот ты вполне возможно сейчас пойдешь моей жертвой за какие-то жалкие ботинки никто нас не видит это конечно очень так подожди ладно охранник слишком близко везучий ты парень знаешь везучий слушай цер так хорошо нам нужно чуть левее я так понимаю через этот проход ты похоже про ныра ой не говори по моему это было довольно оскорбительно да ладно не будем права качать так где мне взять ботинки попробуем своровать здесь не на правое слово я же не буду босиком ходить так это забегаловка не очень хорошо и попал сперли урну серебряную интересно она не жжет вампиру руки она же серебряная хотя это в блэйде ввели что вампиры серебра боятся на самом деле серебра боятся оборотни так хорошо ладно я так чувствую что придется нам босиком там ходить о как красиво да это она ну что давайте тогда так наденем точно тапок никаких нет ну ладно не смотрите мне на последний гость наконец прибыл я скажу тебе тоже что сказал остальным ты входишь я закрываю дверь ты не сможешь выйти пока все не закончится а теперь я скажу тебе то что не говорил больше никому у нас одна мать у тебя и у меня и она хочет чтобы ты получил это это ключ от дома думаю остальные подробности тебе уже объяснили убей всех гостей а затем выходи что ж сейчас тебе нужно войти пришло время стать гостем хорошо иди 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 в общество говори с этими милыми людьми а затем воткни нож им в глотку когда они отвернутся я даже не уверен что мне нужно особо входить в доверие просто шестой гость наконец прибыл лучше поздно чем никогда ты знаешь сколько мы ждали мне кажется целую вечность тот кто пригласил нас сюда должен подезнать кто мы как ты думаешь как бы то ни было раз уж мы собрались вместе можно хотя бы познакомиться мы все уже представились друг другу и я мотив да петит остальные нельс порочный не да весь и дран и приман тониус а кто ты пожалуйста расскажи нам немного о себе мой ребенок болен а мы так бедны ох бедняжка мне даже стало как-то неловко я хочу найти это золото не меньше других но ты нуждаешься в нем значительно больше чем я хорошо скажи мне продавься драна маленький темный эльф мне она кажется милой девушкой но если быть до конца честной я никогда не доверял таким как она про матильда что скажешь это бретонское имя петиты одна из старейших и самых уважаемых аристократических фамилий хай рока она и насколько я знаю он отставной солдат он служил империи сражался в различных компаниях о боге он такой статный и вполне может быть опасным нелс порочный чтобы это значило он норд все они пьяницы и варвары и мощные воины так ну и имперец приман тониус он молод хорошо образован и очевидно самовлюблен до крайности впрочем как и любой другой молодой аристократ хорошо у меня есть идея где можно начать поиски уже можно считать привет может быть спрятан где угодно я не знаю начать поиски я не хочу ничего ломать но сундук золотом может быть спрятан где угодно будете все если бы ты нашел золото на чтобы ты его потратил постой дай угадаю на грязную шлюху и новый топор я прав я хочу открыть таверну но тебя я бы там видеть не хотел свиньям доступ туда будет закрыть понимаешь вы легионеры всегда все загаживать а верно здесь о я мог догадаться кто еще кроме варвара может потратить целый сундук золотом на пиво и мед как же ты жалок ты можешь называть меня варваром это правда я горжусь если ты еще раз назовешь меня жалким я покажу тебе всю свою варварскую природу опасен может быть слова только доказывает мою правоту но никогда ничего не делали для нашей империи никогда да хватит сразу же да ёлки-палки ты смотри они не прекратят похоже сразу это же кошмар так хорошо но усиленная дверь жилые помещения понятно их нужно будет как-то выманивать отсюда что ли я так понимаю о подожди ой я пришел туда же при или это прям реалити-шоу какое-то так собор а вот смотри нормальные тапочки а то блин я хожу как и не нагревают и ничеброд вот так так теперь рассмотрелись я не знаю где начать поиски я не хочу ничего ломать но сундук с золотом может быть спрятан где угодно короче говоря место для творчества полно но начнем убивать мы их в следующей серии я думаю это будет достаточно долго и достаточно сложно но при этом очень интересно вот допустим сейчас человек лег и мы вполне можем просто уничтожить его и никто об этом не узнает потому что всех мы их убьем до утра они не успеют проснуться и увидеть тела короче говоря кровожадный убийца во мне просто рыдает сейчас от счастья но все эти злодеяния вы увидите в следующей серии надеюсь вам понравилось с вами был артур увидимся всего хорошего пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok